Приветствую, зрители Политека Онлайн. Я Екатерина Шумила. Меня сегодня в гостях Дмитрий Спивак, кандидат политических наук. Дмитрий, приветствую вас. Наконец-то вы у нас в студии. Здравствуйте, Катюша. Замечательно выглядите, впрочем, как всегда. Соскучился уже за живым общением с вами, соскучился за вашей студией. Здравствуйте, друзья. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, доброй ночи. У нас же аудитория по всему земному шару. А вы вся в зеленом сегодня? Вы куда-то баллотируетесь от этих ребят зеленых? Нет. Я надеюсь, вы вместо Иры Полищук, значит, Верещук никуда взлетать там не собираетесь? Взлетать не собираюсь, и журналистики пока что уходить не собираюсь. Это просто стилистика. Я понял. Замечательно. Вам идет этот свет. Спасибо большое, Дмитрий. Обменялись комплиментами. Обменялись комплиментами. Давно с вами не виделись, поэтому приступим к новостям. Новости не очень-то и хорошие. Вчера российского актера Михаила Ефремова посадили на 8 лет в тюрьму за то, что он устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. И в Украине это тоже вызвало большой резонанс, потому что на постсоветском пространстве, в том числе в Украине, как-то не принято, что если ты богатый, знаменитый, и даже если делаешь что-то плохое, за это обычно не сажают. Что вы скажете? Неужели наконец-то правосудие у нас меняется? Вот в России, в Украине будет меняться. Правосудие здесь ни при чем. Украина и Россия это два разных государства, хочу напомнить. Никогда не забывайте Леонида Даниловича. Украина не Россия. Поэтому случай с Михаилом Ефремовым к правосудию не имеет ничего общего. Давайте как бы не обобщать, а говорить о каком-то конкретном эпизоде. Это правильно и справедливое решение суда. И я его поддерживаю. С одной стороны, мне жаль, как человека Михаила Ефремова угробил свой талант. А с другой стороны, потому что безумно, безмерно талантливый человек. Думаю, что талантливее своего отца. Но вот так. Приговор справедливый. Как вы сказали, российское правосудие. Ну, вы смотрите, вы же понимаете, что дело Ефремова в России вышло далеко за пределы просто юридического какого-то аспекта. Это и политический аспект имеет, и социально значимость, и весь мир за этим наблюдал, и что будет. И 90% людей не верили, говорят, а не, ну в России, ну что там, сейчас отмажут, что-то придумают, расскажут. Да не, ну бывают случаи, когда так не бывает. Ну, нельзя на белое сказать черное. Поэтому приговор справедливый раз. Мой прогноз, что годика через три Михаил выйдет, там, по условно-досрочному, там, за примерное поведение, подписи артистов, коллег и так далее. Но 2-3 годика побудет на общих условиях, да, в колонии. А можете даже в этом не сомневаться. Это будет колония. Да, и дай бог, чтобы он это пережил, выжил. Потому что, судя по всему, ему нужно лечиться. Он же не просто там злоупотребляет. Судя по всему, он глубоко больной человек. Я имею в виду алкоголизм, это болезнь. И я знаком с Михаилом, но так шапочно. У нас есть общие друзья. И это трагедия. Это трагедия Михаила Ефремова. И он понимает вот эту свою трагедию. Пока просто вот не хватает, видно, силы воли. Ничего с этим сделать. Ну вот, может быть, вот так небеса и вселенная послали ему вот это испытание и так далее. Я не хочу сейчас говорить, вот человек же уйдя, и вот уже у него нет живых. И может быть, там, договорились, не договорились. Нет, справедливость восторжествовала. Раз. Теперь про нас хочу, про Украину. Вот очень хочется, чтобы в демократической Украине взяли пример с авторитарной Россией. Потому что у нас подобных случаев, если не десятки, то, ну, ну, есть, мягко говоря, когда дети богатых, дети знаменитых, мажоры, судьи, прокуроры в нетрезвом виде кого-то сбивали насмерть, не насмерть, там, и так далее. Это разные случаи. Ни одного приговора суда вот такого знака. Вот, да, можно сказать, что, ну, как бы за Ефремовым следил весь мир, а за наших, так сказать, а какая разница? Майк Тайсон сидел в тюрьме, да, и мы это помним. Эдуард Стрельцов когда-то сидел. Ну, если мы говорили перед законом, все абсолютно. Да, перед законом, вы понимаете, как это, это лозунг, это клише, оно, оно правильное, да, закон, оденда, все это разразумило. Еще раз, ситуация с Михаилом Ефремовым в России должна стать сигналом и толчком для того, чтобы мы в Украине изменили свое отношение к судам в том числе. Хотите, приведу вам пример, когда не просто простой прохожий, а высокопоставленный чиновник, у которого есть доступ к секретным документам, у которого есть доступ к государственной тайне, который абсолютно откровенно просто болт положил на решение всех украинских судов. И фамилия этого чиновника Артем Сытник, который положил болт на решение украинского суда, который объявил Сытника причастным к коррупции. Я нигде в мире не видел, чтобы человек, которого суд этого государства постановил коррупционером, возглавлял главный антикоррупционный орган этого государства. Артем Сытник пошел дальше, он забил болт, извините за это грубое слово, не могу другое найти, вот не могу, у меня вроде приличный словарный запас, а вот аналог не могу найти. На решение конституционного суда моей страны, который сказал, что Артем Сытник был незаконно назначен на свою должность. И 5 лет, получается, был вообще нелегитимным. Все его распоряжения, миллиарды, которые проходили через него бюджетных денег, сотни миллионов, которые проходили американских денег, фонды, доноры и так далее. А почему он так себя ведет по отношению к украинским судам, правосудию, к украинскому государству? Да плевать он хотел на украинское государство, на вас вместе с нами, Катюш. А знаете почему? Да потому что не украинскому государству он подчиняется. Потому что он 5-й год является платным агентом, очень высокопоставленным, но платным агентом различных американских спецслужб. Он же этого не скрывает, он же этим как бы кичится. Более того, Международный валютный фонд его защищает открыто, просто тоже издевает. Когда МВФ открыто не дает снять Сытника на протяжении уже более чем полугода, они демонстрируют презрение к украинскому государству. Еще раз думайте, МВФ, послы G7 демонстрируют полное пренебрежение к нашей с вами стране. Они говорят, да закройте там рот, мы сказали он будет работать и все. Кто вы там такие, Украина, государство, мы тут керуем, говорят они. Сказано вам не трогать Сытника, все, можете еще 15 решений суда. Но они же так с нами разговаривают. Уже же неоднократно в парламенте украинском там была зарегистрирована постанова, да, там надо менять определенное законодательство, чтобы его уволить. Потому что когда-то американцы, создавая нам с вами, ну мы же без них не можем, они же нам с вами создали, НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд, вот создавая эти органы, они нам с вами прописали такие условия, что этих ребят хрен откуда можно снять. Дмитрий, здесь вопрос, да, в их эффективности, вот конкретно НАБУ. Да какая эффективность, забудьте про эффективность, эффективность ноль, да, половая импотенция политическая. Ну а сколько из бюджета нам приходится платить? Около 4 миллиардов мы потратили за эти годы на все антикоррупционные органы. Назовите мне, про эффективность вы меня спросили? Да. А давайте, мы же в прямом эфире, у нас флешмоб. Я обращаюсь ко всем телезрителям, на всей планете Земля, назовите мне 3 фамилии топ-коррупционеров, которые по делам начатым, сформированным и доведенным до суда Национальным антикоррупционным бюро, назовите 3 фамилии людей, кто сидит в тюрьме. Не хотите 3, 2 назовите. Слабо 2, 1 назовите. Просто за 5 лет пребывания вот этого парня на должности главы НАБУ, назовите мне 1 фамилию. Я иду дальше, Катюш. Я не знаю, как там государство. Я буду бороться с сытником всеми доступными мне способами. Я доведу дело до конца и не только до его отставки. Мы все доведем до его отставки. Я очень хочу, чтобы против него были криминальные дела. Я вам скажу почему. Итак, на сегодняшний день в ДБР, Держбюро расследования, есть 2 моих официальных заявления. Заявление первое. Я требую от них внести, они уже, кстати, просрочили и нарушили закон, я уже обратился в суд. Я требовал от ДБР занести дело в единый реестр досудовых расследований в отношении того, что Сытник продал по российским законам, еще раз, Артем Сытник, глава НАБУ Украины, имел земельку такую себе в Севастополе, да, Россия, продал землю по российским законам. Я приложил к своему заявлению все, у меня есть эти документы, все копии документов, копия свидетельства на право собственности купля-прода, все это с российской стороны. Продал земельку, 40 тысяч долларов, миллион там гривен или сколько, забыл внести это в декларацию. На ЗК тоже забыл это все проверить. Это уголовно наказуемое деяние. Сытник нарушил закон, об этом никто не говорит. Я буду требовать и дальше от ДБР, никуда они не денутся. Они будут вынуждены, мы судом их заставим внести это в ЕРДР и начать досудовое расследование. Это первая часть морализованского балета. Вторая часть произошла три дня тому назад. После того, как Сытник, значит, откровенно издеваясь, проигнорировал решение конституционного суда, проигнорировал месседж из уст президента страны, ну месседж о том, что раз такое решение, значит, ну как бы исполняет обязанности, будем думать, что с этим делать. Он откровенно в пренебрежительной форме высказался, так-то плевать он хотел и на решение суда, и на эти месседжи. Говорит, работал и буду работать. А посему я подал, я лично, Дмитрий Спивак, знаете, каждый должен заниматься своим делом. Я подал на Сытника в ДБР следующее обращение. Мы вместе с юристами все очень грамотно выяснили. Статья там 364, по-моему, 109, 363, я уже сейчас тоже не помню. Я обвиняю Сытника и тоже требую от ДБР занести и это, эти данные в единый реестр. Я обвиняю Сытника в превышении служебного положения. Раз, в злоупотреблении служебным положением, в насильственном удержании власти, ну и так далее, и так далее. Там до 10 лет. Более того, я считаю, глубоко убежден, что Сытник сегодня это угроза национальной безопасности. Сытник сегодня это угроза легитимизации института президента. Сытник сегодня просто поставил себя вот на равную стезю с главой государства. То есть он откровенно говорит о том, что, ребят, мои кураторы заокеанские, плевать на вас хотели. А что, глава государства ничего с этим не может сделать? А глава государства ему что-то тоже надо с политической потенцией делать нашему Владимиру Александровичу. Кроме как переехать в госрезиденцию и кататься по стране вот с этими турами в таких лучших традициях, а-ля Леонид Ильич Брежнев в пожилые годы. Понимаете? Сейчас мы вернемся еще и к главе государства. Да, если бы я был сегодня президентом страны, три часа прошло бы у меня. Я бы дал бы три, три вопроса я бы решил. Первое. Я бы собрал РНБО и дал бы поручение разобраться с его антигосударственной деятельностью. Я абсолютно убежден, что Сытник является, раз он платный агент, значит я его могу по-другому назвать. Он ведет шпионскую диверсионную деятельность против моего государства. Я имею право так думать, я не прокурор, я не ставлю обвинительный приговор, но РНБО должно было бы разобраться. И я бы, если был бы президентом, дал поручение Данилову и всем представителям РНБО разобраться с деятельностью. Кто завербовал, откуда завербовал, почему так часто связываешься с посольством Соединенных Штатов Америки, что за переписка с посольствами, почему вмешиваешься в выборы американские. Он же не топ коррупции занимается в Украине. Он чем занимается, скажите мне, вот для чего он нужен американцам? Я вам скажу, первое, повторюсь, у него есть доступ ко всем государственным тайнам страны. Ну, просто должность у него такая. Второе, он владеет ситуацией в отношении всех криминальных дел в разных правоохранительных структурах. СБУ, МВД, ГБР, НАБУ и так далее, и так далее. Он знает все, что происходит, там контрразведка, внешняя разведка, энергетическая безопасность. Все это он просто сдает нашим западным кураторам. Скажите мне, разве это не есть, так сказать, предательство национальных интересов? Разве это не должно заинтересовать РНБО? Так вот, был бы я президентом, я бы поручил это пункт номер один. Пункт номер два. Его нельзя уволить. Ну, такое законодательство. Что-то там надо принять новое в парламенте Украины. Ну, окей, у меня же есть монобольшинство зеленое. Сразу же сказал бы, ребята, девчонки и мальчишки, давайте с этими шариками воздушными потом. Быстренько в парламент, 226 кнопок, приняли новый закон, и чтобы духу его не было через два дня. Так бы поступил я. А и третье, дал бы поручение Службе Безопасности Украины, да, или ДБР, довести до конца, до суда, довести всю его деятельность, связанную, ну, уже с его непосредственной деятельностью. Тем самым я бы продемонстрировал силу, и меня бы стали уважать наши западные кураторы. Они бы поняли, что Украина это государство, и в Украине есть президент. А пока, к сожалению, Катюша, вот мы такое, не до государства, и над нами все посмеиваются. Мне грустно, что посмеиваются над моим президентом, потому что неважно, кто за кого голосовал. Это президент моей страны, это глава моего государства, это верховный главнокомандующий, это человек, который гарант соблюдения прав, это человек, который, ну, вот, глава, в смысле, значит, должен, гарант соблюдения Конституции. Так и хочется сказать, Владимир Александрович, а какой же вы гарант соблюдения Конституции, если Артемушка Сытник, да, забил и на вас, и на нас, и на Конституцию, на законы Украины и так далее. Дмитрий, хочется просто разобраться с западными кураторами, о которых вы сказали, в чьих интересах они работают, потому что мы же понимаем, что сейчас в США предвыборная гонка, и у нас есть два ключевых кандидата. Правильно, правильно, Артемушка, у нас, у нас же с коррупцией все закончено, он занимается внешней политикой, великий деятель такой, он абсолютно четко занял позицию одного из кандидатов, нынешнего президента Дональда Трампа, я неоднократно это говорил. Ну, надо же подтверждать свои слова, давайте, будем подтверждать, ровно год все НАБУ занимается газодобывающей компанией Бурисма, но это же не я сказал, это же в информационном пространстве, ровно год Артем Сытник и вся его команда, вся его бригада, вот этих кумовей, которых он туда понабирал, во главе с главным детективом Калужанским, которого он когда-то спас от смертельного ДТП, ну, спас от правосудия, потому что Калужанский там совершил очень нехороший проступок, там было ДТП с плохими последствиями. Сытник его вытащил, сегодня он главный, значит, главный детектив, более того, Калужанский в девичестве, извините за это слово, у него была фамилия Дурнопьян, ну, так вселенная распоряжила, а был Дурнопьян, стал Калужанским. Короче, значит, Сытник занимается исключительно фирмой Бурисма, почему, рассказываю, да потому что фирме Бурисма когда-то в наблюдательном совете работал сын Байдена, Джо Байдена, сегодня одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки. Более того, как говорит нынешняя американская социология, Байден, ну, имеет все шансы возглавить Белый дом. Более того, дело даже не в этом, какая нам с вами разница, кто возглавит Белый дом и зайдет в овальный кабинет. Значит, всегда, до сих пор, до 2016 года, всегда политическая элита Украины, кто бы ни был президентом, старались быть, так сказать, да, вот равноудаленно и старались заручаться поддержкой двух американских политических сил, республиканцев и демократов. Почему? Потому что это же не Украина, где 350 партий, хочешь завтра создадим еще одну, да? А там серьезная политическая традиция, культура, если президентом становится республиканец, то у демократов может быть большинство в Сенате или в Конгрессе, или наоборот. Там очень жестко работает структура и система сдержек и противовесов, и поэтому неважно, так сказать, как там Байден выиграет, не выиграет, но поверьте, он никогда не забудет Украине то, что уже ровно год выливается ушатой грязи и дискредитирует его семью, сына и так далее. Скажите мне, где НАБУ? Где здесь Артемушка Сытник? И где вообще сын Байдена? О чем идет речь? Газодобывающая компания Бурис? Окей, я проверил. Приличная компания добывает газ в топ-10 налогоплательщиков, миллиарды платит в бюджет Украины. Там сын Байдена работал в наблюдательном совете. Окей, да мне по барабану, кто там работает в НАБСовете. Меня больше интересует, Катюша, кто работает в НАБСовете государственных компаний. Вот чем должен заниматься Сытник. Укрзалезница, Укроборонпром, Укроавтодор, Укроэнерго. Везде тотальное большинство из-за силе западных агентов, потому что наблюдательные советы, там же не тракторист Коля, и не машинист работает. Там работают серьезные ребята, которые многие годы являются агентами. Чем занимается Сытник? Бурисмой. Дальше. А разве не НАБУ сейчас спровоцировала вот этот театр, устроили с 6-миллионной взяткой? Ну это же театр одного актера. Какая взятка? Ну, во-первых, пацаны спалились. То есть, раз они заговорили о 6 миллионах, что якобы, значит, это идет от руководства Бурисмы, чтобы НАБУ закрыло уголовное дело, то есть они спалились. Это получается, что у них ценник такой, то есть НАБУ вот такими цифрами апеллирует, там 5-6 миллионов за закрытие дела. Никто, ни средства массовой информации, ни наши правоохранительные органы даже внимания на это не обратили. А что это за цифра такая? 6 миллионов за закрытие дела. Ни хреново вы живете, ребята. Это вы так 5 лет занимаетесь, да? Правосудие дорого. Но они говорят о том, что это рекордно. Да, это рекордно. Ну было раньше 2,8, да? То есть раньше у них было 2,8, 3,2 миллиона, 1,4, а тут целых 6. То есть вы вообще понимаете, Катя, о чем мы сейчас с вами говорим? Давайте только вдумаемся, что там происходит. Это картель, преступный картель, на мой взгляд. Более того, что это за взятка? Скажите мне, что доказано? Ну, смотрите. Есть такое понятие, значит, провокация взятки. Есть такой товарищ Евгений Шевченко, тайный, очень тайный агент НАБУ. Он настолько тайный, что его знают даже все коты и собаки вокруг этого дома. Настолько он тайный. Это человек, который занимается провокацией взятки. И если я это знаю, и вы это знаете, что есть такой Шевченко, который неоднократно уже выступал в этой роли. Как вы думаете, руководитель газодобывающей компании Бурисма не знает об этом? Мы же пытаемся из всех сделать идиотов? То есть, зная все это, человек, живущий за границей, передает сюда мешок денег и так далее. Туфта это все. Очередной пук такой, да, господина Сытника. Это хорошая мина при плохой игре. Потому что доказательств нет, результатов пятилетней работы нет. Откровенная ложь во время своей пресс-конференции, когда он сказал, там мы за полгода полтора миллиарда в бюджет. Вранье, Артемушка, проверено. Журналисты проверили, да. Есть уже ответ. Из вашего НАБУ говорят не полтора миллиона, а шестьсот восемьдесят миллионов. Ну, такая себе разница в два раза. Заодно это вранье, вы должны были покинуть свой кабинет через два часа. Дальше. Есть ответ с Министерства финансов. Не полтора миллиарда, а полтора миллиона. Ну, такое себе. В тысячу раз ошибся. Откровенный лжец. И что я просто с Бурисмой сейчас хочу закончиться. Это ничем не закончится. Это абсолютная чушь. Вот это все будет уголовные дела, какие-то идти. Там каких-то трех людей поймали. Никто никогда их не привяжет к руководителю НАБУ. К руководителю этой фирмы Бурисма. Чушь. Это все. Оно ничем не закончится. Даже могут кого-то посадить годика на полтора. А может и нет. Но где ты и где частная компания? Почему ты встречаешься с представителем Дональда Трампа Джулиани? Ну, на каком основании ты, официальное лицо украинской антикоррупционной структуры, встречаешься с частным лицом, а Джулиани не имеет должности никакого. Он частное лицо. Более того, а разве Сытник в своих телефонных разговорах, если это прослушка, откровенно, так сказать, да, не говорит о том, что да, вот я четыре года НАБУ назад помогал одним, а сейчас я вот тоже помогаю другим. Что происходит в стране? Мы в государстве живем или мы на территории какой-то хаоса живем? Поэтому закругляю историю с Сытником, да. Ничего у него не получится с этой Бурисмой раз. И ничего у него не получится с нами. А вот у нас с ним должно получиться. Я вас уверяю, что ни G7, ни МВФ, ни его западные кураторы не смогут устоять против нашей с вами такой мощной позиции. Добьем Сытника, я имею в виду отставку, он будет отправлен в отставку. Когда? В ближайший месяц-полтора, я так надеюсь на это. Что касается, имеет ли шансы или будет ли против него какие-то криминальные дела. Если там перспектива, чтобы он предстал перед судом, ну тут я честно скажу, навряд ли. Слишком высокие у него покровители и слишком слабенькие мы. Ну слава, вот это вот мы стоим в коленном позе такой, да. Да, секс в большом городе, камасутра такая политическая. Да, и мы наслаждаемся этим. То есть нас унижают, а мы этим наслаждаемся. Но после Сытника же, да, если жизнь на Марсе, меня же интересует, кто дальше будет назначен на должность руководителя НАБУ. Кто будет избран, с улыбкой говорю я, не избран, а назначен на должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Назар Холодницкий же ушел сейчас в отставку раньше окончания своего контракта. Наш парламент доблестный даже не может проголосовать конкурс, да. Ну не дали им команду в американском посольстве. Нет у американцев пока кандидатуры. Вот же в чем дело. Дмитрий, давайте поставим три точки, просто перейдем, потому что дождемся для начала. Очень важная эта вещь, понимаете, Кать, если мы говорим об Украине как о государстве, так вот Сытник является угрозой развития нашего государства. Вот если Сытник, каждый час пребывания Артема Сытника в своем кабинете, каждая его подпись, каждое его распоряжение, каждое его, так сказать, заявление является угрозой национальной безопасности государства, потому что он находится в кресле незаконно. И это сказал не Дмитрий Спивак, это сказал Конституционный суд нашего с тобой государства. Вот о чем идет речь. И об этом надо кричать и бить в колокола. Будем бить в колокола. Можем даже попасть где-то так, каким-нибудь одним из колоколов. Да, Дмитрий, будем наблюдать, чем закончится эта ситуация, потому что действительно очень важная тема. У меня есть предложение, чем ее закончить, можно? Ольга, слух, давайте предложим. Давайте. Я бы погрузил Сытника, его все окружение, Назара Холодницкого на баржу, ну которая с Херсона в Киев арбузы доставляет, и на этой барже отправил бы их куда-нибудь в кругосветное путешествие, но без возврата в Украину, где-нибудь туда, на берег Слоновой Кости. И вот чтобы они там организовали какое-нибудь антикоррупционное бюро, и вот там уже занялись. Можно посоветовать им заняться кройкой и шитья. Крестиком пусть вышивают. Все, извините. Так, Дмитрий, переходим к следующей важной теме, потому что начало осени, и мы с вами в разговоре не единожды говорили о том, что осень для украинцев будет очень сложной. Вот Владимир Зеленский сейчас активно ездит по регионам, и разные точки зрения говорит. Во-первых, он говорит о том, что коек в больницах не хватает. Это проблема. Второе, что денег в фонде борьбы с COVID-19 хватает. Ну и третье, что он дал до конца сентября время министру здравоохранения Степанову что-то сделать с медреформой и все минусы, которые у нее есть, исключить. Что скажете? Браво! Шестой месяц карантин. Я просто браво! Я в восторге! Я горжусь своим президентом. До конца сентября медреформу провести, это сильно. Ребят, вы Делфи нахрен поднимите за 4 месяца, а потом медреформу сделаете до конца сентября. Ну это набор букв, Катюша, это так, без иронии. Ну это ни о чем. Ну набор букв, чтобы понравиться, потому что выборы местные. И Владимир Зеленский сейчас ездит, как вы говорите, по регионам не как президент. К моему сожалению. А как человек, как такой, вип-агитатор слуг народа. А он говорит людям то, что они хотят слышать. Он говорит, у нас не хватает коек. Так, я понял, мы об этом говорим полгода. Так, ну вот запятая, что? У нас завтра койки появляются или как? Или там, у нас не хватает финансирования. Так, это мы поняли. Значит, и по-одесски, ну и что делать собираемся? И где решение? Да, и где решение? Ну чушь это все, набор слов. Следующий момент. Фонд борьбы с последствиями COVID-19. Это абсолютная политика, коррупционная афера. Потому что народ Украины собрал этот фонд 66 миллиардов. В стране все хреново, коек нет, медикаментов. Это же не я сказал, президент говорит. И вместо того, чтобы 20-30 миллиардов направить на решение всех этих проблем, мы 30 миллиардов направляем на строительство дорог. Знаете почему? А выборы. А он сейчас будет ездить и рассказывать про великое будовнецство. Да, какие дороги? Когда мы говорим о фонде спасения государства и противодействию COVID-19. 30 миллиардов хотят закопать в асфальт. 7 миллиардов уже закопали. Уже 7 миллиардов потрачено на дороги. Теперь про фонд COVID-19. Следите за руками. И вы поймете, что кто-то из них врет. Это первое, что вы поймете. Второе, вы поймете, что абсолютный дисбаланс и абсолютное разрушение всей управленческой структуры и вертикали власти. Итак, президент Зеленский говорит, что в фонде COVID-19 все есть, деньги есть. Дальше читаю. Министр образования, говорит, просил 2 миллиарда. Вот уже открылся новый сезон учебный. Ни копейки не дали на образование из фонда COVID-19. Просил 2 миллиарда. Ни копейки, говорит, не дали. Заглянул, фонд пустой. Дальше министр финансов говорит, да, 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 мы его тут потратили на дороги. Но это как бы инвестиция. У нас фонд гибкий, а стул у вас жидкий. Ребята, хочется вам всем сказать. Фонд у вас гибкий, а стул у вас жидкий. И импотенция политическая. Ни одна Виагра вам уже не поможет принимать какие-то государственные решения. Что значит фонд гибкий? Мы, говорит, сюда потратили. Если что-то понадобится, мы вернем. Что вы вернете? 7 миллиардов, те, что вы закопали, вы их оттуда выкопаете. 1 сентября стартовал учебный сезон. Как можно было не выделить 2-3 миллиарда на все необходимые мероприятия, связанные с системой образования. Так, ребят, так там есть деньги или нет денег? Вы хоть, или вы информируете президента правильно. Не ставьте главу государства в такое идиотское положение. Потому что все министры говорят о том, что ну вот там такая ситуация, а президент говорит диаметрально противоположные вещи. Поэтому мне больше не про поручение, значит, министру здравоохранения до конца сентября провести медицинскую реформу. Это очень смешно, конечно. Да, вот у нас какое сегодня число? Одиннадцатое, да, или какое? Десятое, девятое. То есть, Максим Владимирович, обращаюсь я к Степанову. У вас там где-то дней 15 провести медицинскую реформу в 40-миллионной стране. Вот тут, ну что ж, подождем. Ну, точнее, исправить ошибки старые. Не, неправильно. Исправить ошибки старые невозможно. Надо сегодня давно уже сделать стоп всем тем процессам, которые зарядила Ульяна Супрун. Стоп они никто сказать не могут, потому что Ульяна Супрун продолжает быть куратором всей медицины в Украине. Хотите доказательств? Пожалуйста. Я никогда не бываю голословным. Парламент украинский принял сейчас закон, узаконил меморандум с Европейским Союзом. Там черным по белому есть два четких месседжа. Первое. Все закупки медикаментов через созданное предприятие и через наблюдательный совет, во главе которых будут иностранцы. Далее. Все предыдущие медицинские закупки продолжаются через те три транснациональных корпорации, которые продолжает курировать Ульяна Супрун. Следующий аспект. Никто так и не разобрался, что же у нас происходит с этими 15, 10 или 20 или 5 биологическими лабораториями. Где они находятся? Что выпускают? На чьи деньги? Что там за эксперименты? И мои источники в Министерстве здравоохранения говорят о том, что тяжело министру Степанову, потому что саросята и транснационалы продолжают руководить многими процессами здравоохранения. Цель и задача Супрун простая. Уничтожить как минимум сельскую медицину. Для чего вы хотите спросить? Для того, чтобы пожилые люди умирали, молодые уезжали. Им надо оставить и освободить землю. Землю, которую транснационалы собираются скупать. А чтобы мы с вами, оставшиеся, работали на этой земле. Вот длинная такая стратегическая задача сильных мира сего по отношению к нашему государству. И такие люди, как Ульяна Супрун с одной стороны, Артем Сытник с другой стороны, руководители Укроборонпрома с третьей стороны, члены наблюдательного совета государственных корпораций с четвертой стороны. Вот это все комплексное решение по уничтожению сильной Украины и по превращению сильной независимой Украины в некую такую территорию сырьевой базы и дешевой рабочей силы. Скажите мне, я не последователь или нелогичен в своих мыслях? Поэтому ничего не получится с таким подходом у президента Зеленского. Если хотите изменить реформу, то 1 апреля нужно было остановить шлагбаум такой. Раз и опустить, чтобы вторая часть вот этой так называемой реформы Супрун не вошла в действие. И заканчиваю о визитах главы государства в регионы. Если бы я сейчас был бы рядышком с президентом, я спросил бы, Владимир Александрович, тебе 42 года, и ты не лох. Я согласен с этим. Не кажется ли тебе, спросил бы я его, или вам, господин президент, вот не кажется ли вам, что вас вот окунают с каждым днем все глубже и глубже в мир собственных иллюзий, что вас окунают в теплую ванну, что вас окружают только те, кто говорят вам неправду, лезть под обострастие, вот эти вот улыбки и аплодисменты, ты великий, да, и вас все дальше и дальше, вот от реалий жизни. Вас превращают, так сказать, Янукович и Порошенко в худшем, да, кортеже по 15 машин. В каждом регионе вас встречают мальчики, девочки, цветочки, шарики, значит, бюджетники, где-то вам вручают черный пояс каратэ, где-то вы играете в баскетбол, делаете первый, значит, удар, такой мяча, футбольный матч вы открываете, и больницу вы открываете. Ребят, мы же против этого были, Владимир Александрович, вы же со сцены все это высмеивали, делали это мощно, талантливо, энергетически. Мы же поэтому вас избрали президентом, чтобы вы не получали черный пояс по каратэ, и чтобы вы не играли в баскетбол, и чтобы вы не перерезали ленточку в больнице, потому что Ангела Меркель в баскетбол не играет, и в больнице не перерезает ленточку, и дорогами не занимается, потому что этим занимается Украфтодор, а больницу строят местные органы власти за наши с вами деньги. Почему президент перерезает ленточку? Катюш, становимся после эфира и едем перерезать ленточку. Скажите мне, чем мы с вами отличаемся от президента страны с точки зрения открытия и перерезания ленточки в больницу? Поэтому превращают его в брежневщину, в худшем его варианте. Ему это, судя по всему, нравится и это может стать его человеческой трагедией и политической трагедией. И 25 октября будет фиаско его партии «Слуга народа». Они проиграют выборы мэров во всех крупных городах. Проиграют беспрекословно и, знаете, в открытую, вот в одну калитку, говорю вам по-футбольному. Они проиграют Киев, Одессу, Харьков, Невропетровск, Львов, Запорожье и так далее. Если это станет сигналом для Зеленского, таким холодным душем, ну иди знай, может быть что-то изменится. Если нет, нас ждут в следующем году, точно могу вам спрогнозировать, внеочередные парламентские выборы. Ну а если президент кардинально не поменяет свое отношение к кадровой политике, то, так сказать, да, я не убежден в том, что он досидит свою каденцию, хотя не желаю ему этого. Жванецкий когда-то здорово сказал, Михаил Михайлович, да, в историю трудно войти, но легко вляпаться. Мне очень хотелось верить, что Зеленский в историю войдет, а я пока вижу, что он, как и все его предшественники, в нее вляпывается. Его кадровая политика бездарная, половина его окружения сидит на потоках. Могу называть фамилии, цифры, таможня, энергетика. Ну что мы не знаем, Илья Павлюк, который курирует всю таможню, контрабанду и так далее, является близким другом и близким человеком к Зеленскому. Тот Павлюк, который сегодня финансирует ряд политических сил. Или чего мы не знаем, что на Одесскую таможню сейчас поставили человека Дениса Пудрика, на нем клейма негде ставить. 20 лет в таможне, в самой коррумпированной таможне. Чего мы с вами не знаем, что Центр Энерго уничтожают предприятия, которые принадлежат определенному клану финансовому, провышленному. И уничтожают Центр Энерго, зарабатывают миллионы. Да я часами, я хочу помогать президенту, да. Вот я считаю, что вот этими фактами я ему помогаю. Но с другой стороны, у меня есть ощущение, что наша с вами помощь ему уже не нужна. Он все знает. Может он просто ее даже не слышит, но Дмитрий, вот такой вопрос. Нет, он все знает. И он знает, он сдался. Он сдался, потому что деньги, потому что потоки, потому что кадры. Вы думаете, он участвует в этих потоках? Хороший вопрос. Вот это, пожалуй, единственный. Вот это, пожалуй, Катя, единственный вопрос, на который пока я не могу себе дать ответ. Как только я себе отвечу, я приду к вам в студию и дам и вам ответ. Я пока не готов. Но то, что он знает о происходящем, можете не сомневаться. Ну вы же сами сказали про теплую ванну. Да. А я когда-то сказал где-то, что вот его переезд в госрезиденцию, это такой рубикон. Это такой забор от реальной жизни в Украине до к миру собственных иллюзий. Вот его туда погрузили. Помните Янукович? Пенечки, теннис, бассейн. Золотой унитаз, золотой батон. Катюш, золотой унитаз, это же как бы, ну вот, дело же не в этом куске золота. Это, ну как бы, это сакральная такая штука, да, сакральность власти. Когда тебя погружают в тот мир, где тебе создают все условия и ежедневно тебя убеждают в твоем величии. Вы представляете, как сложно, ну вот сложно удержаться и остаться, так сказать, в живом разуме. Дмитрий, ну маленькое уточнение. Вот президент сейчас ездит по регионам. Ему это как-то помогает понять, чем живут украинцы, что их беспокоит, какие у них есть проблемы. Потому что в одном своем заявлении, я уже даже не помню, где это было, где это было на Востоке, он сказал о том, что министры, он обяжет министров, ездит в регионы, возвращаться в столицу списком проблем и приходить потом со стратегией этих решений проблем. Ну, представляете, какой набор букв, не имеющий смысловой нагрузки. Полтора года глава государства говорит о том, что он только сейчас кого-то обяжет и что где-нибудь через годик они только сядут за стол начинать писать какую-то стратегию. Может, он еще учится быть президентом? Да, набор букв. Он не учится быть президентом. Он до сих пор продолжает играть роль президента. И это печальная история. Он талантливый актер и ему нравится эта роль. Вдумайтесь в мои слова. Ему нравится эта роль. Он не ездит по регионам узнавать наши проблемы. Он ездит по регионам решать вопросы выборов своей партии «Слуга народа». Он ездит по регионам и выступает за трибункой впервые. Да, впервые за всю историю Украины. Такого себе не позволял никто. Потому что, когда президент едет с рабочей поездкой, то выступая перед активом региональным и так далее, он обычно выходит за трибунку и там трезубец. Ну, это трезубец, штандарт должен быть президентский, флаг стоять и так далее. Это же необходимые атрибуты. А он выступает за трибункой с надписью «Зе». «Зе Мисцеви». Вот попросите режиссера, выведут на экран любую его поездку. И он стоит за трибункой. Что это, скажите? Что? Кто это? Скажите мне. Это рабочий визит главы государства за бюджетные деньги и абсолютная открытая агитация за одну политическую силу? Разве это не административный ресурс? Разве мы не против этого боролись? Разве он со сцены не это высмеивал? А вот и все. Понимаете? Значит, место сидения определяет точку зрения. Поэтому в этих поездках ничего не знают. Какие проблемы? Ну, смотрите. Частный самолет. Ну, в смысле, государственный борт. Встретили машины. Встречить. Все ждут. Все улыбаются. Все подобострастно тебе улыбаются. Все. Причем абсолютно одинаковые улыбки. Заученные улыбки. Так улыбаются ему. Год назад так улыбались Порошенко. Шесть лет тому назад так же улыбались Януковичу. До этого так же улыбались Ющенко. Одинаковые улыбки. Одинаковые улыбки бюджетников. Мелких чиновников. Детки, мячики, цветочки. Баскетбилов. Все. Какая жизнь региона. О чем вы вообще говорите. Кто его куда допускают. Уже охрана, как у Порошенко. Уже заборы. Уже мероприятия. Концерты. Все это. Ресторан пообедали. Собрались с местной элитой. Скажите мне, пожалуйста. А что такое собрались с местной элитой? Это кто? Я вам рассказываю. Это местный бизнес. Это местные феодалы. Которые сегодня финансируют в том числе политическую партию. Слуга народа. Которая оказывает какие-то финансовые услуги и так далее. Тогда у меня вопрос. Назовите два отличия. Чем отличаются региональные поездки президента Зеленского от региональных поездок президента Порошенко? Или от региональных поездок президента Януковича? Ответ. Ничем. Ну тогда это хреново. Если все это не отличается ничем. Поэтому. Ну да, извините. Я даже не знаю. Тут надо точку ставить. Троеточие ставить. Я бы на месте президента разогнал бы половину своего окружения. Я бы разогнал протокольную службу. Потому что вот эта ситуация с Зе Мисцеви на трибунке президента. Это отвратительная история. Европа смеется над нами. Да это нарушение закона. Я бы разогнал своих спичрайтеров. Которые продолжают ему писать пьесы какие-то для сцены. А не выступления главы моего государства. Закончим тогда тоже. Как там? Уж виден свет в конце тоннеля. Только тоннель, сука, не кончается. Будем делать все возможное, чтобы этот тоннель уже закончился. И мы уже наконец увидели вот этот свет в конце тоннеля. Потому что, Катюш, в завершении, если серьезно, тяжелая осень объективно нас ждет. Просто объективно. В бюджете дыры, в пенсионном фонде дыры. Экономика стагнирует. Социальная сфера легла. Ничего не функционирует. И плюс осень, плюс политический вот этот градус. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы с вами опять решали свои политические задачи через улицу. Мне бы очень не хотелось, чтобы Украина еще раз прошла через вот эти вот Майданы, через кровопролитие и так далее. Не хотелось бы этого. И сегодня все в руках президента. У него есть все рычаги для того, чтобы сегодня исправить эту ситуацию. И направить вот этот корабль украинской государственности, ну по какому-то нормальному, правильному фарватеру. Дмитрий, на этой позитивной ноте я вас благодарю за беседу. Будем надеяться, что это интервью дойдет до ушей президента. И он услышит все ваши советы и такие рекомендации. Дмитрий Спивак был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.